Можно зарегистрироваться на его сайте и получать свежие новости все. Потрясающий человек, который действительно произвел революцию в области лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний натуральными средствами. Еще в 1992 году Матиас Рад предоставил Всемирной Организации Здравоохранения клинически доказанную программу лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических с эффективностью в 98%. Но, естественно, эту программу никто не принял и его начали преследовать, но он действительно сегодня ведет войну с фармацевтической индустрией. Как он пишет, что фармацевтической индустрии удалось вызвать среди нас настоящую эпидемию. Следовательно, она ответственна за преждевременную смерть сотен тысяч людей, умирающих ежегодно в результате ее в кавычках лечения. Суммарная годовая выручка от продаж фармацевтических препаратов по всему миру превысила рубеж в 500 миллиардов долларов и продолжает расти. Итог поистине пугающий, пишет Матиас Рад. В настоящее время четверо из пяти больных умирают от состояний, которые не являются болезнями, а прямым следствием витаминной недостаточности. Огромное количество людей во всем мире страдают от уплотнений артерий и заболеваний сердечно-сосудистой системы, от высокого кровяного давления, от диабета и связанных с ним проблем кровообращения, а также от остеопороза и рака. Сейчас простая логика клеточной медицины освобождает потенциал огромной силы, которая приведет к избавлению человечества от самых распространенных болезней современности. Я вам всем рекомендую, почитайте его книги, потрясающие. Он настолько просто объясняет людям причину их болезней, особенно книга «Рак», где он, как для первоклассников, с картинками объясняет этот процесс. И он объясняет, что нет отдельно рака, там, желудка, рака легких. Этот процесс везде начинается одинаково. И, естественно, есть против этого процесса, в природе есть вещества, которые могут это остановить. И он там все это описывает. Но это натуральные препараты. Их невозможно запатентовать. На этих препаратах невозможно заработать денег. Поэтому, естественно, его клинически доказанная программа не получила широкого распространения. Почитайте, обязательно рекомендую вам. Молодые уже врачи. Марти Макарей, хирург-онколог, который знакомит нас вот с такой информацией. Достаточно, но утешительной. Каждому четвертому пациенту стационара причиняется вред из-за врачебных ошибок. Одного кардиолога уволили из-за его утверждения о том, что 25% электрокардиогам неправильно интерпретируется. Я вам расскажу последний случай в моей жизни. Вот у нас умер знакомый 48 лет. Бизнесмен, большая очень у него компания. Естественно, мы знаем, что такое работа бизнесмена, это постоянные стрессы. У него начало побаливать сердечко. Он пошел в частную клинику, заплатил много денег, сделали ему кардиограмму и сказали, что у вас все нормально. Абсолютно это стресс, опять успокаивающий. И через 2 недели он умер за рулем машины от острой сердечной недостаточности. Это я о чем говорю? О том, что правильно у нас кардиограмму сегодня делают неправильно. Делают в состоянии покоя, а кардиограмму надо делать современному человеку только с нагружкой. Потому что такой диагноз, как мимая ишемия, протекает бессимптомно. А это и есть причина внезапных инфарктов. А она протекает бессимптомно. Человека ничего не беспокоит. Но в состоянии какого-то сильнейшего стресса или физической нагрузки, вот и человек умирает от острой сердечной недостаточности. 48 лет за рулем собственного автомобиля. Хорошо, что были друзья, потому что успели автомобиль, в принципе, остановить. Но вот то, что и пишет сегодня нам доктор, что действительно 25% электрокардиограмм неправильно интерпретируется. Требы врача зависят от количества проведенных операций. Почти половина методов лечения ни на чем не основана. Врачебные ошибки находятся на пятом-шестом месте среди причин смертности. Точная цифра зависит от способов подсчета. Ну и последняя неутешительная информация. Задача врача предложить пациенту хоть что-нибудь, даже если врач уже ничем не может помочь. Это финансовый стимул, потому что врачам нужно платить за оборудование, которое куплено в кредит. Лайнус Полинг, нобелевский лауреат. Все о нем, в принципе, люди, которые оздоравливают себя с помощью натуральных препаратов, знают о нем. Он очень много написал книг. Он был приверженцем и пропагандистом ортомолекулярной медицины, врачевания с помощью веществ, присутствующих в самом человеческом организме. Он считал, что для победы над болезнью необходимо лишь нужным образом изменить их концентрацию. То есть итог, какой итог причин, которые на сегодняшний день привели к тому, к такому плачевному состоянию здоровья во всем мире. Не только у нас. Но у нас это еще усугублено нашей экономической ситуацией. Но во всем мире сегодня плачевное состояние здоровья. То, что мы видим, что люди, во-первых, болезни старческие сегодня помолодели. И это во всем мире, эта тенденция наблюдается. И причина, одна из причин, конечно, это узкопрофильная медицина. И зачастую необоснованное назначение большого количества лекарств. И вторая причина, очень важная, это современный человек, я посмотрела по статистике, если взять человека 1915 года и человека 2015 года, мы сегодня энергии тратим в 50 раз больше. У нас, мы затрачиваем очень много энергии, а компенсации как таковой очень мало, потому что жизнь современного человека, это гиподинамия, это офисы на природу, где пополнение идет жизненной энергии. Это природа, конечно. Это правильная пища. Это процессы пищеварения. Как бы органы пищеварения должны правильно работать. А состояние стресса первое, что нарушается, именно этот процесс. И поэтому у нас энергетический дефицит настолько сильный, что наше тело не в состоянии сегодня все эти нагрузки и экологические, и психологические, и физические, и врачебные, тело просто не способно выдерживать. Поэтому очень рано наше тело дает сбой, очень рано у нас нарушаются обменные процессы, и, естественно, в очень ранном возрасте уже у человека букет заболеваний. Естественно, лечение, которое сегодня везде проводится в мире, оно абсолютно неправильное, узкопрофильное, не учитывается системность, не учитывается взаимосвязь органов друг с другом. Ну и, естественно, мы получаем то, что получаем, вот эти букеты болезней, которые чем больше вам лет, тем сложнее лечить, потому что, естественно, все выздоровление зависит от стадии, от запущенности. И, естественно, здесь чем нам больше лет, если человек никогда не занимался своим здоровьем, то, конечно, ему надо длительно, более длительное время посвятить своему организму, и самое главное, здесь уже нужен более комплексный подход для того, чтобы вернуть органам, всем органам здоровое состояние. То есть, иными словами, ежегодно во всем мире сотни людей умирают только от того, что пытались сделать совершенно противоположное – продлить свою жизнь с помощью лекарств. Мы знаем, что все лекарства имеют побочные осложнения, абсолютно все. Что это контрольный выстрел в печень, что сегодня начали лекарства применять, которые применяют только при лечении злокачественных болезней. Тот же метод Рексат, который сегодня назначают даже при панкреатитах, который сегодня назначают при лечении псориаза. Метод Рексат – это токсический яд. Но сегодня его назначают, раньше только назначали онкологически больным, а сегодня уже назначают даже при таких банальных заболеваниях. Чем больше химии, чем больше лекарств, тем больше организм токсинов и так хватает современному человеку. Мы сегодня живем в сверхтоксичной среде. И то, что пишут сегодня специалисты, что к 40 годам человек, который живет в мегаполюсах, в больших городах, на одну треть состоит из токсинов. И плюс еще лекарства. Естественно, наша иммунная система, она не в состоянии выдерживать вот эти нагрузки, она дает сбой и в конце концов запускается процесс глобального и прогрессирующего, самое главное, саморазрушения внутреннего. То есть лекарства от яда отличает только доза. Вот это надо всем людям понимать и в первую очередь тем людям, которые горстями эти лекарства принимают. Потому что это химическое вещество. Я сегодня людям объясняю. Иммунная система у нас запрограммирована на борьбу с чем? С врагом. А кто такие враги для организма? Я им объясняю. Яблоко. Да, это понятно. Это натуральное. Организм знает. А лекарства это что? Это формула. Химическая формула, которую придумал человек. Когда мы эти лекарства пьем, мы сами провоцируем какой процесс? Процесс аутоиммунный. Иммунная система начинает атаковать, но она так запрограммирована. Чем больше в организме врагов, а враги в нашем организме не только паразиты, враги все, что положительно заряженное. Это вирусы, это простейшие, это токсины, это свободные радикалы. Это все положительно заряженное. Они попадают в наш организм, и в иммунную систему, это враги, иммунная система начинает атаковать. И таким образом, почему те люди, которые пьют очень много лекарств, например, они лечат сердце или давление, потом у них через некоторое время начинают болеть суставы. И им ставят диагноз ревматоидный артрит, полиартрит. Почему? Да потому что вот это уже результат того, что иммунная система начала разрушать свой собственный организм. Проявлять агрессию, избыточную активность, аллергия появляется и так далее. Поэтому лекарства от яда отличают только доза. Вот это надо понимать. Ну, по прогнозам, мировые продажи лекарств в этом году превысят триллион долларов. И, ну, удивительно, что только на рекламу, на телевидении фармакомпании ежегодно тратят 5 миллиардов долларов. В результате каждый житель планеты отлично знает о самом, в кавычках, современном способе борьбы с депрессией, или, в кавычках, новейшем препарате для борьбы со стрессом. Всего же на продвижении собственного товара фарм-гиганты тратят 60 миллиардов долларов в год, вдвое больше, чем на исследовании. Это статистика. Ну, и, естественно, какая наша миссия? Наша миссия однозначно рассказывать людям то, что не рассказывают средства массовой информации. Что организм человека напоминать им даже, не рассказывать, а напоминать. Потому что мы об этом когда-то с вами в школе учили. Но очень мало часов выделялось на это. Поэтому очень многие уже все это забыли. И мы должны напоминать человеку. Это, думаю, наша миссия. Что организм человека это саморегулирующая система. Которую можно лишь слегка корректировать. Но ни в коем случае регулировать извне. То есть, люди, которых я перечислила. И это только малая часть людей. Они призывали и призывают сейчас хомо сапиенсов остановиться в этой безумной гонке и повернуться к природе. Врач-натуропат Хенри Биллер еще в 1960 году, это американский врач-натуропат, писал. Природа насмехается над рекламными роликами о моментальном исцелении больного с приемом очередного нового препарата. То есть, естественно, человек разумный, у которого еще более-менее мозги еще что-то соображают, однозначно всегда будет в какой-то период своей жизни вопрос себе задаст. А что же происходит при таком количестве дипломированных специалистов в медицине, при таком современном оборудовании, при 21 век, при технологии, да почему же тогда мы умираем? Почему же это происходит? Однозначно люди себе задают этот вопрос. И они должны сегодня понять, что система лечения, которая сегодня, естественно, предлагается, она не эти проблемы не решает. Сегодня девизом человека разумного, девиз какой у него должен быть, дело утопающих, дело рук самих утопающих. То есть мы сегодня сами, только сами можем обеспечить себе ту необходимую помощь нашему организму, которая поможет ему прожить хотя бы до 92 лет. Тибетские монахи говорили, что если человек не дожил до 92 лет, он умер от невежества. Минимально 108, максимально 120, но 92. Поэтому, а вот для того, чтобы не умереть от невежества, дело утопающих, дело рук самих утопающих. Приходит период в жизни человека, когда он обязан просто предоставить организму помощь. Ведь сигналы СОС организм нам посылает каждый день. И вот наша проблема в том, что, к сожалению, эти сигналы СОС мы неправильно интерпретируем. И если что-то начинает болеть, мы начинаем просто пить обезболивающие препараты, которые на сегодняшний день являются опиатами. Это легальные наркотики. Поэтому, естественно, человек привыкает к ним, идет, действительно, зависимость идет. Но это сигналы СОС, которые организм подает. Если болит, значит, у меня что-то не в порядке. Обрати на меня внимание. Когда я проходила специализацию, нас обучали этому. И нам говорили, что есть симптоматика определенная, которая однозначно через время приведет к появлению серьезных проблем. И нам говорили, что если у человека постоянно болит голова, чего он должен знать, чего он должен ждать на выходе? Инсульт. Если человек постоянно кашляет, постоянно кашляет, он что должен на выходе ждать? Рак легких. То есть, есть нарушения, которые проявляются задолго до проявления реальных терапевтических нарушений. Задолго, за год, за полтора. Но просто мы так устроены, что нас не научили реагировать на это правильно. И вовремя принимать меры для того, чтобы, не дай бог, вот те страшные болезни, о которых мы все боимся, чтобы, не дай бог, они случились. Но мы так устроены, к сожалению. Мы так устроены, что пока петух не, как там говорят, пока петух не клюнет, мужик, что не перекрестится. И естественно, как-то мы все спустя рукава, мы как бы не обращаем на это внимание. И уже тогда начинаем заниматься своим здоровьем, когда уже процесс достаточно запущен. Я сегодня людям говорю, верите вы, не верите вы, придет время, когда ваш организм сам заставит вас искать. Ваш организм вас заставит, потому что вы намучаетесь, настрадаетесь. Вас, как футбольный мячик, будут отбивать от одного специалиста к другому, и вы нигде не найдете исцеления. И тогда вы придете и будете, потому что это больно. Потому что будет болеть, вы будете страдать, и вы будете искать. Но, говорю, чем раньше, тем быстрее вы можете действительно организму помочь. Ну и медицина 21 века. Понятно, что это за медицина. В ее основе, в основе этих технологий, технологий 21 века лежит эффект саморганизации молекул. Это нанотехнологии. Способность к взаимодействию с такими биологическими структурами, как клетка, ее отдельные структуры, ДНК и РНК. И это делает их важным инструментом в микробиологии и медицине. Правильно, то, что я сегодня объясняю. Вы же понимаете, что все основные процессы, жизненные, проходят на микроуровне в нашем организме. Ну, я специально сделала такие фотографии. Вот людям надо больше показывать такие вот фотографии, для того, чтобы они просыпались. Именно на микроуровне в нашем организме идут процессы фундаментальной важности. Совершаются химические реакции, выстраивается строгая геометрия кристаллов, структуры белков. С этими процессами работают нанотехнологии. Размер клетки человеческой от 10 до 100 микрометров. Размер диаметра капилляра 5-7 микром. Мы не можем увидеть это только через микроскоп. Но именно там идут все основные жизненные процессы в нашем организме. Размер ДНК 2 нанометра. Диаметр вирусной частицы 42 нанометра. Клетка крови 7,5 микрометра. Размер сперматозоида 50-70 микрометров. Лейкоциты от 6 до 20 микрометров. Именно из таких материалов состоят живые организмы. Поэтому вполне логично, что новые нано- и молекулярные материалы находят применение в первую очередь в биологии и медицине. Что это нам дает? Это дает нам возможность, нанотехнологии дают нам возможность усилить эффект натуральных, природных препаратов 10-15 раз. Натуральные препараты не дают побочных осложнений. И усилить их действия на наш организм. И получить очень быстрый результат. Нанотехнологии помогают усилить действия натуральных, природных веществ, обладающих лечебным действием, в 10-15 раз. И наш организм получает эффективную помощь быстро и без побочных осложнений. Не нарушая целостность нашего организма. Не нарушая взаимосвязь органов друг с другом. Ну и, конечно, нанотехнологии, нанотекстиль, умная одежда. Это то перспективное направление, которое сегодня очень быстро развивается всеми мирными шагами. Сегодня Кевин Кляйн уже выпускает белье с ионами серебра. Кевин Кляйн. Японская компания Фитнеш производит сегодня защитные приспособления для суставов с ионами титана. То есть, сегодня с помощью нанотехнологии пришло время создавать одежду, которая не просто защищает от холода, но которая еще имеет определенные оздоровительные свойства. В процессе производства внедряются в ткань определенные частицы, которые обладают определенными свойствами. Ну и, я людям сегодня просто объясняю, как работает продукция, меня всегда спрашивают. Как? Я говорю, очень просто. Первое, что свойство этого продукта, это икотерапия, инфракрасные лучи. инфракрасная терапия называется, икотерапия. И что она дает нам? Потому что ее применяют сегодня достаточно активно, везде, даже в санаториях, да везде применяют. Сегодня очень популярны инфракрасные сауны, полы с инфракрасным излучением. А что дает это излучение нашему организму? И я привожу очень простой пример. Представьте себе, вы замерзли, вы хотите согреться, вы разжигаете костер. Но если вы близко подойдете, вы сгорите. А если вы далеко отойдете, вы не согреетесь. Вы найдете вот то расстояние, которое будет для вас комфортным, когда вы и не замерзнете, и не сгорите. И вы не умрете, потому что это то тепло, которое называют лучами жизни. Инфракрасное излучение. Оно снимает воспалительный процесс, ускоряет фагоцитоз, то есть ускоряет работу иммунной системы, снимает спазмы, снимает боль, устраняет отеки. И самое главное, оно снимает гипертонус в капиллярах. Это то излучение, которое как раз и надо нам для того, чтобы воздействовать на наши самые маленькие сосуды, на капилляры, которые в 70% спазмированы, потому что мы живем в состоянии хронического стресса. Или закупорены пробками из эритроцитов. Это когда нарушается наша внутренняя биохимия, когда у нас ставят такой диагноз, как ацидоз, а это говорит о том, что у нас наши эритроциты, они как они слеплены в такие клубки и затыкают капилляры, и тогда нарушается кровоснабжение органов. Это первое свойство продукции. А второе свойство продукции, то есть умной одежды, это вернуть клетке ее здоровый ритм. Потому что мы все, клетка живая, она постоянно вибрирует. У нее есть определенный ритм. Но у нас есть такая проблема, как врожденные слабые органы. Мы рождаемся уже с какими-то врожденными слабыми органами. То есть их ритм вялый, не такой активный, как должен быть. То есть на определенном этапе у нас просто наши клетки этот ритм теряют здоровый. Они или ослабевают, или наоборот, слишком активно начинают работать. И вот это и есть начало зарождения патологического процесса. Потому что если энергии поступает достаточно, в организме нет энергии, нет функции, как нам говорили. Если энергии поступает достаточно, то клетки получают, то клетки нормально функционируют. Если недостаточно, то наблюдается, есть у нас гипофункция, гиперфункция, слабая функция и избыточная. А потом уже формируется болезнь. Поэтому ритм, здоровый ритм, задают наши изделия, когда мы одеваем умную одежду, они задают клеткам здоровый ритм. Если они слабые, они их вытягивают, делают и активизируют. Если они наоборот, избыточно активно, они их успокаивают. Почему я очень люблю этот продукт? А потому что мне не надо думать, что тебе надо? Седативный режим какой-то или тонизирующий режим. Биофотоны сами знают. То есть продукция умной одежды сама, почему называется умная? Да потому что она сама знает. Потому что идет обмен с органом. Энергоинформационный обмен идет. И естественно, эта одежда, она знакомится на определенном этапе с органом, происходит знакомство, и потом она начинает, естественно, делать коррекцию. То есть наша продукция работает в режиме гармонизации. Коррекцию делает. Вот в этом есть уникальность этой продукции. Ну и третье, то, о чем надо говорить людям, это компенсация той энергии, которую мы сегодня в современной технике получаем. Энергия жизненная, которой так недостаточно, потому что мы тратим больше, чем получаем. И поэтому мы меньше живем, чем должны жить. И именно умная одежда, это и есть источник жизненной энергии для современного человека. Для того, чтобы все абсолютно системы, для того, чтобы все органы работали, и самое главное, чтобы они справились с той нагрузкой, которая сегодня присутствует у современного человека. поэтому корпорация «Хуашен» это первая компания, которая вышла на рынок с умной одеждой. Первая. И прошло всего лишь 11 лет. И сколько сегодня компаний уже такую продукцию выпускает. И еще будет появляться много компаний, которые будут такую продукцию выпускать. Почему? Да потому что это стало возможным с появлением нанотехнологий. Да, это зависит, конечно, от... Это еще зависит от... От правительства. Почему? Именно сколько денег выделяется на это. Вот я... Почему еще, когда людям говорю, что мне повезло, потом почему я сотрудничаю с Китаем, и я им объясняю такую вещь. Давайте вспомним времена Колумба. Давайте вспомним, на что были ориентированы короли Европы. Всегда. Их основная ориентация, их основная ценность. Это из камня или из железа сделать золото. То есть это была их основная ценность, основная... И так, в принципе, естественно, этому подчинена вся система. А теперь давайте вспомним китайских императоров. На что они были ориентированы? Как прожить дольше? Как сохранить молодость? Как прожить больше? Дольше и дольше. И вот на это ориентировалась вся система, потому что он император. И это сохранилось до сих пор. Китай единственная страна в мире, которая тратит, то есть если бюджет государства, то огромное количество денег тратится на здравоохранение, на медицину. И это знает и весь мир, потому что сегодня туда везут детей ДЦП в Китай, везут растения, а привозят ребенка, который ходит, начинает сам кушать, и, конечно, все доктора в шоке. Этого не может быть. А это все реально сегодня в Китае. Поэтому корпорация Хуашен, она первая вышла на рынок с умной одеждой. Это функциональное белье с биофотонами, которое и обеспечивает нашему организму вот те три самых важных свойства, которых я перечислила. И для того, чтобы оценить действительно важность, вообще оценить саму компанию, будем так говорить, потому что не просто компания, да, она специализируется на выпуске оздоровительного белья, но если посмотреть на ассортимент, вы можете увидеть вот глобальность. Это пришло мне позже понимание этого. Как-то мы особо не вникали в суть, но когда естественно уже я получила и пришла понимание, получила знание то, что что надо делать для того, чтобы быть сегодня здоровым, есть четыре правила здоровья, четыре, которые должен сегодня знать человек. И правило номер один лечение любого заболевания любого органа следует начинать с восстановления кровоснабжения, устранения застоев, налаживания работы микроциркуляторного русла, а это значит воздействовать на капилляры и активизации защитных сил организма. Почему в 20 веке даже при помощи альтернативной медицины у нас было поверхностное лечение? Да потому, что невозможно было проникнуть в клетку из-за того, что капилляры это микроуровень, невозможно было туда проникнуть для того, чтобы опять-таки запустить вот те процессы регенерации, которые в нашем организме присутствуют. И когда мне люди говорят, ну вот у меня ж такие узлы на щитовидке, да мне ж врач сказать, что это невозможно, чтобы они рассосались. Я говорю, хорошо, а как у женщин, когда им ставят фибромиомы, недели так 16-14, а как, куда же она девается во время климакса, это фибромиомы, в таких размерах. Задумайтесь, что организм может все. Ну и правильно, человек начинает включать, ну действительно, действительно, организм может все делать. Но с этого надо начинать, потому что бесполезно пить БАДы. Вот так, почему я не могла вылечить свой цистит? Хотя я справилась с экземой, с мокнущей, с помощью БАДов. Но почему я не могла вылечить цистит? Потому что у нас есть органы, где кровоснабжение затруднено, а значит попадание в орган необходимых макробиологически активных компонентов, натуральных, которые бы способствовали излечению, затруднено, но мизерно. Это то же самое, как у мужчин лечить простатит с помощью БАДов. Это нереально. Получить настоящий стопроцентный результат. Это поверхностное лечение. И вот сегодня пришла возможность уже воздействовать глобально, конкретно на орган, на клетку, для того, чтобы получить настоящий стопроцентный результат. Поэтому лечение надо начинать, любое лечение, с того, что на орган нужно одеть изделия с биофотонами. Это первое, что нужно сделать. Потому что бесполезно пить воду, пить чай, и пить наши замечательные здоровительные пищепродукты, бесполезно, оно в клетку не попадет. Или попадет очень маленький процент, от которого результата, того результата, который мы ожидаем, однозначно не будет. Поэтому орган, который палит, на этот орган сразу нужно приложить изделие с биофотонами. Который сделает то, что надо сделать первым? Восстановит кровоснабжение больному органу. Потому что кровь лечит. В крови находятся все необходимые вещества, которые будут органу помогать. А кровоснабжение затруднено, потому что причин, особенно хронические заболевания, очень много спаек, очень много рубцов, если это дало текущие воспалительные процессы. А значит уже очень много участков не крови снабжается. И поэтому естественно нет никакого излечения, а обострение постоянно-постоянно беспокоит. Поэтому восстановить кровоснабжение и эту функцию выполняет функциональное белье с биофотонами. Восстановление кровоснабжения. И не важно, что есть причина. Если спазм, просто это быстрее процесс произойдет. А если есть структурные изменения в органе, такие как спайки, рубцовые изменения, время надо. здесь, конечно, это быстро не произойдет. Для этого надо время. Время. И достаточно длительное время. Ну а теперь я хочу вас познакомить с результатами применения оздоровительного белья, которые нам любезно предоставила кардиолог Малый Генас города Новосибирска в 2006 году. Это первый доктор, кардиолог с 40-летним стажем, которая провела свои клинические исследования и, естественно, нам их предоставила. Я взяла только самые такие достаточно интересные, уникальные, тяжелые даже где-то, потому что их много. Но я выбрала вот самые такие достаточно яркие результаты. 50-63 года, энцефалопатия, гидроцефалия, шейно-грудной остеохондроз, 30 лет страдает человек головной болью. В течение месяца спала на подушке с накидкой с биофотонами. Режим ходило медленно, 30-40 минут, а затем 2-3 часа и более. Через месяц исчезли головные боли, метеозависимость прекратилась. Я вам хочу сказать свой результат на накидке. У меня как бы в связи с нашими событиями в Украине, вы понимаете, что перенервничаем, переживаем очень, у меня началась бессонница. Вот не помогала ни шапочка, ни повязка на глаза. И вот где-то у меня всплыло в голове кто-то бессонница, убрали накидкой на подушке. Батья, это чудо, чудо, я уже 11 лет и я не перестаю говорить чудо, все, я сегодня сплю. Без, хотя я уже даже начала попивать немножечко сонники, потому что что такое не спать, все, надо спать, потому что организм именно ночью ремонтными работами занимаются, и он ремонтирует в первую очередь систему кроветворения, систему кровообращения. Почему правильно говорят, что надо ложиться спать до 11, потому что именно с 11 до 2 часов ночи организм ремонтирует систему кроветворения, систему кровообращения, а система кроветворения это жизненная энергия. Если человек не спит, он ее теряет, он ее просто катастрофически теряет, а о восполнении нет, поэтому начинают быстро прогрессировать очень серьезные болезни. Поэтому прекрасно возьмите на вооружение, накидка на подушку прекрасно помогает справиться с бессонницей, даже с такой тяжелой, как была у меня. Пациент 50 лет, перенес крупноочаговый инфаркт миокарда, слабость от дышка, не мог подняться на второй, третий этаж. После полтора месяца от начала болезни стал носить сердечную карточку. После двух недель почувствовал облегчение, усилилась активность, стал смело ходить и выполнять физические нагрузки. Ходит на большие расстояния. Больная 80 лет, состояние после перелома шейки бедра и операции по поводу протезирования сустава. Сосудистый стаз. Нога была багрово-синючная в течение 7 лет. 3 месяца носила носочки с биофотонами. Нога стала вленно-розового, нормального цвета, а дудловатость исчезла. Пациентка 43 года, хронический остеохондроз пояснично-крестцового отдела с частыми обострениями. Ношение пояса в течение 2-3 дней полностью снял боли. Пациент 58 лет, гипертоническая болезнь третьей степени, аритмия сердца, напульсники, сердечная карта, шапка. Через 3 недели нормализовалось давление, прошла аритмия, и отказался полностью от клофелина. Вот здесь хочу сделать небольшое отступление. Вот смотрите, да, все-таки врач назначил 3 изделия. Напульсники, шапка и карточки. И поэтому через 3 недели нормализовалось давление. То есть время быстро. Вот меня люди просто спрашивают, а можно ли одни напульсники? Я говорю, можно, но только результат вы получите не через 3 недели на одних напульсниках, а через 3 месяца. Вот надо понимать эти вещи. Я говорю, если вы готовы ждать 3 месяца, и это вас устраивает, то, пожалуйста, покупайте одни напульсники, но только надо регулярно их носить. И действительно здесь у нас на руке находятся все точки сердечного меридиана, да, поэтому все, что касается нарушения сердечного ритма, да, восстановления, но опять-таки время. А если комплексно, правильно, шапочка, плюс напульсники, потому что ритм сердечный однозначно зависит от системы управления. Вот почему у нас проблема. Пока неврологи не договорятся с кардиологами, у нас результата не будет по лечению. Мозг управляет работой сердца, и именно то, что касается ритма. Поэтому, конечно, комплекс шапочка плюс напульсники дают хороший результат, но карточка, это локально, это именно на орган, то тогда действительно результат идет достаточно быстрый. Ну и, конечно, огромный поклон, низкий. Хочется передать Центру народной медицины Среднего и Нижнего Поволчья города Волгограда. Они сделали то, что не сделали мы в Украине, и, наверное, не сделаем, но они провели клинические исследования соответственно по всем правилам протокольной медицины. И вот как они позиционируют продукцию, что китайская компания «Хуашен» выпускает уникальные биотехнические препараты, которые действуют непосредственно на клетку человеческого организма. И в результате этого взаимодействия происходит купирование некоторых симптомов различных заболеваний и выздоровления больных. Необходимым условием достижения положительного результата является правильное и регулярное применение этих препаратов. Мы провели клинические исследования эффективности изделий по всем правилам протокольной медицины. Кто принимал участие в исследованиях? Принимал участие в исследованиях Лященко, психолог, почетный академик Международной академии энергоинформационных наук, генеральный директор этого центра. Шацкий ХНЮ, врач-фейсептизиатор первой категории, Кусмарцева, врач высшей категории, Грехова, врач-терапевт. И Карагашан Эдуард Ливонович, сотрудник Центра народной медицины Среднего и Нижнего Положья. Я не брала результаты людей, я взяла группы людей. Это то, что тестировала Кусмарцева врач, это врач-терапевт. Она тестировала группами людей, группами. И вот именно вот эту клинику я взяла и вставила в свою презентацию, но для того, чтобы действительно вы увидели, ну вот то, чего все хотят. Сделайте клинические исследования. Группа 45 человек, возраст 35-82, давление от 80 до 160 и от 100 до 240, гипертония, головные боли, плохой сон. Шапочка и напульсники 3-5 месяцев. Все пациенты отмечали выравнивание артериального давления до нормы, прошли головные боли, нормализовался сон, улучшилось настроение, больные постепенно стали отходить от медицинских препаратов. То есть вот возьмите, вот комплекс для нормализации артериального давления. Шапочка плюс напульсники. Вместе, в комплексе. И вот они протестировали и получили вот такие замечательные результаты. Группа 9 человек разного возраста. Это мигрей. Шапка с биофотонами. После ношения шапки с биофотонами приступы головной боли проходят примерно через 20 минут и уже не повторяются. Но опять-таки, если применять ее регулярно. Шапку с биофотонами рекомендуется носить ежедневно по 2-3 часа в сутки. Видите, даже не надо одевать на ночь. Даже не надо одевать на ночь. Группа 7 человек возраст от 50 до 65 лет, перенесшие инсульт. Шапка напульсники, налокотники, гетры, носки, перчатки. Время ношения изделий от 15 минут до 12 часов в сутки. Ну понятно, был режим привыкания. А потом уже после того, как организм адаптировался, время применения увеличилось до 12 часов. Улучшения отмечались через 2 недели. Пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, проходят головные боли, проходят головокружение, нормализовывается артериальное давление, улучшается настроение, восстанавливаются двигательные функции. Группа мужчин 15 человек, заболевания мужской половой сферы, мужские трусы во время сна и отдыха, гигиенические прокладки, если есть геморрой. Внутрь принимали биокальций и цветочную пыльцу. В результате улучшения микроциркуляции крови в области малого таза и стимуляции обмена веществ клеток восстановилась нормальная функция простаты, улучшилась половая функция. Ну, я вам расскажу, что на трусах у нас вообще результатов очень много, даже без кальция и без цветочной пыльцы, но опять-таки все зависит от стадии. Потому что если простатит запущенный, то для того, чтобы восстановилась функция, надо носить трусы полгода регулярно, не снимая, одевать их хотя бы на ночь. Если носить 24 часа в сутки, то тогда 3 месяца восстанавливается функция, проблема с потенцией восстанавливается. А если только на ночь, то тогда надо полгода регулярно, ежедневно их одевать и результат однозначно будет, даже если ничего больше не применять дополнительно. Вот очень важное для нас, дорогие мои женщины, исследование. Это миома матки, 17 человек, трусики с поясом, конечно, ну и дополнительно пыльцу и кальций два раза в день. У пяти женщин размер опухоли 4-5 недель. Опухоль рассосалась полностью через 5-6 месяцев от начала лечения. Это подтверждено результатами УЗИ. У восьми женщин размер опухоли 5-6-8 недель. Прекратились кровотечения, прошла железодефицитная анемия. Миома уменьшилась до 4-5 недель. Результаты УЗИ были получены через 4 месяца от начала лечения. При больших размерах миом отмечается улучшение общего состояния. Опухоль не развивается. Лечение продолжается. Все больные находятся под наблюдением гинеколога. Группа 14 человек. Невралгия тройничного нерва. Гермарит, ренит, фронтит. Накладка на глаза, кальций, пыльца. При невралгии тройничного нерва отмечается уменьшение или полное исчезновение блуждающих болей точки выхода тройничного нерва. При пальпации безболезненные проходят головные боли. Хронический гермарит. На 3-5 сутки проходят головные боли. Уменьшается и полностью исчезают гнойные отделяемые из носовых пазух. Улучшается общее состояние. Рентгенологическое исследование показало уменьшение или полное исчезновение очага воспаления костной ткани. Дети 24 человека, возраст от 3 до 16 лет, бронхиальная астма. Тестировали чудо-бриллиант. Ношение чудо-бриллиант, начиная с 10-15 минут в день и доводя до 1-2 часов в сутки снимает приступ астмы практически сразу. Дети не пользуются ингалятором. У 10 детей приступы не повторяются уже 6 месяцев. И вот доктор пишет, да, на самом деле чудо. Большая благодарность компании Хуашел от родителей детей, болеющих бронхиальной астмой. Ну, это мои исследования. Я уже 8 лет работаю с диагностикой по Кирлян. Это метод газоразрядной визуализации, эффект Кирлян, который позволяет нам буквально сразу же увидеть состояние наших органов, оценить их состояние. Или это функциональные изменения, или уже есть структурные изменения в органах, то есть стадию болезни оценить. Ну и, конечно, эти картинки очень здорово и сразу же ярко как раз и показывают те органы, которые нуждаются в нашей помощи в первую очередь. Я подготовила вам свои картинки. Первая диагностика. Артём, 18 лет, жалобы, потливость, быстрая утомляемость, гипотония, проблема с памятью. Постоянно мёрзнут руки, ноги даже летом, частые ОРЗ, ОРВИ. И вот что мы видим с вами, что самый большой разрыв в эфире, то есть моя диагностика показывает состояние эфирного тела. И там есть несколько, когда мы делаем это исследование, есть несколько нарушений, которые показывают нам состояние органов. То есть первое это разрывы дыры, вот такие, которые мы видим в ауре, разрывы дыры, которые как раз и показывают, как циркулирует энергия, так циркулирует кровь. Вот она как раз и показывает, что сердце плохо, кровь уснабжается. Когда мы сделали диагностику, я потом посмотрела его генетическую карту, то у него он родился, у него врождённое слабое сердце. Это диагноз кардиомиопатия. Поэтому все вот эти жалобы, они однозначно присутствуют. Быстрая утомляемость, потливость, потому что пот это и есть жидкость сердца. И по поту можно сразу определить, что есть проблема, проблема с работой сердца. Самый большой разрыв как раз у него и идёт именно по области сердца. И вот смотрите, карточка для сердца. Через неделю повторная диагностика показала нам результат работы этого продукта. Это то, о чём я говорю. карточка восстановила кровоснабжение. Биафатоны восстановили, посодействовали восстановлению кровоснабжения или активизировали работу сосудов. Сосуды, потому что если слабое сердце, слабые сосуды. И карточка для сердца прекрасно помогла этому молодому человеку исправить эту проблему. И однозначно уже ощущения у него появились буквально через две недели регулярного ношения карточки. У него появился тонус, у него появились силы. Он это сразу отметил. Следующие картинки, я их сделаю сейчас больше. Вот посмотрите, вообще здесь уже идёт три, в проекции три. И вы можете и спину увидеть, да. И тоже молодой человек, который обратился, вот Дима, я его помню. Постоянные головные боли. Постоянные головные боли. Ну то есть, естественно, вот вы видите первую диагностику, и вы сразу видите, почему эти головные боли. Вот они, дыры, как раз идут именно церебральная зона, кора головного мозга, и приток нарушен мозгу, и отток. Вот это приток, а это отток. Кровоснабжение недостаточное, поэтому постоянные головные боли. Проблема действительно с запоминанием, тоже с концентрацией, но так как мы выяснили, что это всё-таки была родовая травма, и вот она проявилась в возрасте 20 лет, когда как раз студент, нагрузки очень сильные идут, и вот она очень ярко у него проявилась. И шапочка с биомфотонами через неделю мы проверили и посмотрели эффективность данного назначения, вы видите, что осталась, конечно, здесь небольшая такая, это уже прореха, это уже даже не дура, есть ещё, но это неделя всего лишь. И, естественно, он уже отмечал лучше, в всяком случае у него не болела голова, и не было вот этой тяжести внутри головы. Следующую картинку покажу вам, это тоже очень показательная картиночка, ко мне обратилась девушка, ей 44 года, девушка, которая за собой очень ухаживает, чтобы вы понимали, вот у неё, если посмотреть по уровню жизненной энергии, она... ... 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 щитовидная железа горла естественно вот вам частые ангины частые рз рви желчный пузырь дырка почки поджелудочная железа все находится в спазмированном состоянии и естественно за счет этого у ребенка начинается проявляться сначала это функционально потом уже это проявляется серьезными уже диагнозами и тот же ацетон появляется это очень страдают дети от этого и все из-за как причина идет гиперкинетический синдром следующая картиночка ну и вы видите да что делает наша карточка для учащихся что она делает кстати потрясающе всего лишь через неделю плюс накидка на подушку таким детям очень великолепно она эффективно работает днем носим карточку а ночью спим на накидке на подушке все вот как восстанавливается эфирное тело как восстанавливается кровоснабжение этих органов под воздействием биофотона следующая картинка вот у меня есть такая она замечательная да есть мужчина попался такой который он так себя любит так себя любит вот он ко мне приходил четыре месяца каждый месяц он себя проверял и вот вот я вам прям показываю каждый месяц первое его диагностика 58 лет хроническая гипертония хроническое нарушение мозгового кровообращения сердечная недостаточность панкреатит я не буду перечислять повышен уровень холестерина но весь букет который в принципе мы 58 лет имеем и вот его первая диагностика да и вторая что я ему рекомендовал его густая очень вязко густая кровь потому что недостаток воды в крови то есть что я назначить назначила я ему конечно назначила вот тот комплект для гипертоника по которому только что говорили это шапочка на пульс ники это на ночь и карточка для сердца днем обязательно и обязательно я ему назначила еще линджи но линджи это уникальная вещь которая разжижает кровь он такой многофункционально кровь разжижает укрепляет сосуды и очищает сосуды от атеросклеротических пляшек и дает еще тонус энергию почему вы называют в китае жизнедатель жизнь дающий это линджи жизнь дающий а вот а грипп долголетие его еще называют поэтому вот когда этот комплекс и плюс конечно он взял кружку начинал начал пить воду для того потому что я объяснила у нас есть три состояния крови есть кровь густая это когда не хватает воды потому что ну как бы в крови должно быть 80 процентов воды они восемь процентов как в основном бывает с возрастом бывает кровь вязкая это когда в крови много белка и бывает кровь жирная когда в крови очень много жирных кислот 3 глицеридов жирных кислот разное состояние крови вот я ему объяснила густая кровь вам надо пить воду потому что недостаток воды конечно кстати причина внезапного инсульта краски является густая кровь это уже тоже доказано на русскими учеными густая кровь не вязкая, а густая кровь, то есть недостаток воды в крови, что приводит к внезапным инсультам. И вот через месяц, посмотрите на его картинку, то есть мы видим яркую динамику, во-первых, уровень жизненной энергии у него увеличился на 3000 единиц, на 3000 единиц. Естественно, самочувствие сразу улучшилось, естественно, меньше стал уставать, а дышка ушла. Он еще такую руководящую должность занимает, что ему надо постоянно, постоянно находиться в таком, знаете, состоянии постоянного, на пределе, будем так говорить, постоянно, он руководитель. Третий месяц, посмотрите, третий месяц уже вообще совершенно другая картинка, и четвертый месяц мы видим, конечно, почти идеальное состояние. Я не говорю, что это идеальное состояние, но это почти идеальное состояние, и, естественно, давление стабилизировалось, сердце перестало беспокоить приступы, вот эти сжимания, да. То есть, да, действительно, он почувствовал достаточно, у него уровень холестерина в норму пришел, хотя у него он зашкаливал там. Ну, то есть мы получили очень хороший результат, человек пользуется и по сей день, является активным потребителем нашей продукции. Ну, и вот еще хотелось бы вам показать, это 35 лет на фоне сильного стресса, язва желудка, боли в сердце, стенокардия, постоянные головные боли. Ну, вот мы видим, почему это все происходит. Уровень жизненной энергии очень низкий. За счет многочисленных спазмов, которые мы видим, естественно, как раз на уровне желудка, кровоснабжения нет, оно резко нарушилось, резко прекратилось, кровоснабжение полноценное. Ну, и уровень гормонов стресса, особенно кортизола, у него высокий уровень стресса был, то есть высокая кортизолова интоксикация. Кортизол – это гормон стресса, который может разъедать слизистую желудка. Не только хеликобактер может явиться причиной язвы желудка, но и гормон стресса кортизол, если его много, поэтому я всегда своих пациентов, если есть возможность, направляю на анализ мочи, на уровень гормон стресса. Вот с чего надо начинать сегодня лечение? Надо смотреть, что там с гормонами стресса – адреналин или кортизол, потому что и адреналин все спазмирует, адреналин поднимает давление, адреналин вызывает учащенное сердцебиение, тахикардию, его избыточное количество в организме, а кортизол он вызывает на оба, то есть там психоз, а тут депрессия, и он замедляет все процессы в организме, он приводит к тому, что все сосуды становятся вялыми, слабыми, за счет этого кровь плохо циркулирует, двигается плохо кровь, возрастает нагрузка на сердце, и кортизол однозначно будет разъедать слизистую в первую очередь желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника. То есть, чтобы было понятно, что причиной язвенных процессов может быть не только хеликобактер пилори, но и кортизол, а состояние стресса хронического у первой группы всегда избыток адреналина в организме, у второй группы крови кортизол и у третьей, а у первой, у четвертой это адреналин. Это, кстати, доказал Питер Дадама, американский натуропат, потрясающая его книга «Четыре группы крови, четыре образа жизни», я вам рекомендую, особенно если меня врачи слушают, почитайте вы просто, откроете для себя очень много интересного и нового, и как легко и просто можно сегодня находить причину, причину болезненных нарушений в организме того или иного человека. Ну и вот, смотрите, через месяц, шапочка, конечно. То есть на что я концентрируюсь? Концентрируюсь. Кортизол – это гормон стресса. Кортизол – это гормон, который вырабатывают надпочечники в состоянии хронического стресса. Он вызывает состояние, это называется астенический синдром, адреналин, когда человек психоз, он начинает психовать, раздражение, агрессия, а когда много кортизола, человек наоборот замыкается, он в депрессию уходит, он ничего не хочет. Вот это кортизол. Поэтому я ориентируюсь, я ориентируюсь на что? Я ориентируюсь на жалобы. Что болит? Потому что, конечно, приходят с букетом. Что болит? Все, пояс, язвы болят, боли желудок, голова болит, постоянные головные боли, болит желудок. Все, пояс, шапочка. Плюс, конечно, я могу, например, вот если болит сильно, я всегда, если болит желудок, я всегда рекомендую цветочную пыльцу. Она уникальна у нас пыльца, она из гречихи, там много рутина, поэтому она потрясающе быстро заживляет все язвочки, которые есть. Но, а там еще и есть и вещества новокриноподобные, поэтому она снимает боль сразу же, мгновенно. И поэтому, конечно, я рекомендую 4 месяца пропить еще и цветочную пыльцу. И очень быстро она помогает нам справляться с этими болезнями. Ну и через месяц вы видите, да, совершенно другая картинка. Уровень жизненной энергии увеличился. Как только увеличивается уровень энергии, все, у человек сразу другие абсолютно ощущения. Все, окажется, все, ты уже все, ты здоров, ты готов к бой. Потому что даже на фоне вот этого подъема энергетического человек уже ощущает себя достаточно хорошо. Ну и удивительные результаты я такие сделала, удивительные результаты. Вы знаете, мне иногда некоторые люди как бы вот говорят, вы перебарщиваете. Или знаете что? Если бы я не получила, это мой результат. Если бы я его не получила, я бы, наверное, может быть. Но сегодня, я почему говорю удивительные. Да, такие результаты у нас есть. Когда, как я пришла с циститом в стадии обострения, зуд, жжение, сильная режущая обык при мочеиспускании. И через 20 минут у меня исчезут. И мочеиспускание стало безболезненным. Это удивительный результат. А я в альтернативной медицине уже долго и никакими поударками, клюквой, кошачьим коптем я не могла снять эту, убрать эту проблему. А здесь какой там прокладочкой за 20 минут. И я сегодня пользуюсь этими прокладками постоянно. Я вообще забыла, что это такое. То есть у меня за эти 11 лет один раз было обострение, потому что сильно замел, переморзли ноги. И то прокладки, просто я не взяла с собой, у меня их не было. Я тут же приложила, и у меня на все успокоилось. Я сегодня девушкам говорю и женщинам. Вот вы пользуетесь прокладками, вы покупаете их в супермаркетах, в аптеках, они не гигроскопичны, они не пропускают воздух. Поэтому вы сами себе проблему наживаете. Потому что вот эти все воспаления, активизация кандиды, это все как раз причина того, что вы пользуетесь неправильными прокладками. Ими нельзя, ими категорически пользоваться нельзя. Потому что вы сами спровоцируете все эти свои воспалительные процессы. Вот удивительный результат у меня, это, кстати, вот я смотрю, у меня Луцк на связи. Это тот результат, который я тогда осмелилась назначать сердечную карточку. При вот таких болезнях, серьезных, критических, как мерцательная аритмия. Я осмелилась назначать. Потому что я боялась это делать. Так вот, женщина 72 года, мерцательная аритмия. И уже хирурги назначили операцию по установке кардиостимулятора. У нас было время. И я им говорю, возьми, попробуйте, возьмите, попробуйте. Она начала карточку применять. Через месяц сердечный ритм остановился, операцию отменили. Естественно, она потом начала пыльцу принимать, она начала кальций применять. То есть, она жива, активна, по сей день и никаких операций. Ну, а это мой результат, очень яркий. У меня был этот результат, очень запоминающийся мальчику 23 года, студент, заворот кишок. Один из видов кишечной непроходимости, при котором происходит поворот кишечника вокруг своей оси в неестественное положение. При этом нарушается движение по кишечнику его содержимого, что и приводит к развитию кишечной непроходимости. Последствием этого может стать перфорация, образование отверстия кишечника. А это может привести к перитониту, воспалению брюшины, чрезвычайно опасное заболевание, часто с летальным исходом. Три операции с перерывом в месяц. Заворот тонкого кишечника, операция. Через месяц заворот тонкого кишечника, операция. Через месяц заворот тонкого кишечника, операция. Тупиковая ситуация. Мальчик сам поступил в университет Шевченко в Киеве. Мама плачет, он плачет. Он высокий, красивый. Причина – соединительно-тканная недостаточность. Слабая соединительная ткань, которая привела к этой проблеме. Правильно, что едят студенты. А нагрузки есть. Мы начали кормить пояс с биофотонами в первую очередь, чтобы кровоснабжение активизировало. Пояс. Потом обязательно мы начали кормить пыльца, кальций. И я маме сказала, урюк, чернослив, финики, изюм, орехи – это все, что он должен есть. Надо укрепить соединительную ткань. Все прекратилось. Проблему устранили. Все, все прекратилось. Слава Богу. Довольные и счастливые. А там вообще, я говорю, слезы. Были слезы. Просто были слезы. Женщина с 64 года потеряла зрение и 4 месяца безуспешно лечилась. Причиной слепоты стали массированные кровоизлияния на глазном дне из-за микроаневризм при артериальной гипертензии и сахарном диабете. Через 15 минут после первого применения накладки стала видеть дверной проем на расстоянии 6 метров. Стала свободно передвигаться, вынатыкаясь на предметы. Через сутки стала узнавать родственников с расстояния 3-4 метров по истечении 5 дней без очков видела количество назначений в рецептурном бланке. Чудо. Чудо. Да, вот такие есть уникальные, быстрые результаты. Ну, это достаточно часто. Женщина 63 года, жалобы на радикулит, слабый мочевой пузырь. Ну, это возрастные энурезы. Это связано со слабыми мышцами, связками. А почему они слабеют? Потому что печень перегружается. Печень отвечает за мышцы, за связки. А печень перегружается постоянно. Она не справляется с интоксикацией. И, естественно, ей уже некогда. А она контролирует работу мышц и связок. И поэтому, когда у печени, печень перегружена, она уже не в состоянии контролировать эти органы. Вот они ослабевают, и тогда мы и страдаем от этих болезней. Кстати, есть очень хороший тест, как определить, в каком состоянии ваша печень. Положите свою руку вот сюда, на темечко. Положите ее на темечко, свою руку. И если здесь горячо, печень перегружена. Она не справляется с интоксикацией. То же самое, если руки постоянно горячие. Внутренний жар, постоянно горячие руки. Вот здесь горячо, ваша печень не справляется с интоксикацией. И что есть, это гипертония, это бессонница, это головокружение, это быстрое прогрессирующее снижение зрения. И это все говорит о том, что ваша печень сильно перегружена. И поэтому, а так как она контролирует работу связок, мышц, поэтому все это опускается, ослабевает, матка опускается, мочевой пузырь не держит. Все органы могут, то есть в тозе, пусть сейчас опускается желудок, опускаются почки и так далее. Учительница 45 лет страдает варикозном расширении вены, испытывает боли и усталость при стоянии и ходьбе. Носила гидры с биофотонами сначала по 5 часов, затем постоянно. Ну то есть через месяц прошли боли, рассосался один подкожный тромбированный узел, вена уменьшилась, отек боли не уменьшился. Вот я вам хочу рассказать сейчас о нашей новой продукции 5 или нет. 5 элементов лечения именно болезни, связанных с нарушением, с деформацией сосудов. Что такое 5 элементов? Это новый наш продукт. Я вам хочу сказать, как бы вы должны просто себе записать вот тут, да, и взять на вооружение. 5 функциональных материалов в одном. Пиофотоны. Это изделия, которые, да, помогают снимать воспаление, отеки, восстанавливают кровоснабжение. Магнитное изделие. То есть добавлено магнитное волокно, и это усиливает противовоспалительный эффект. Поэтому магнитное изделие надо рекомендовать в остром состоянии, когда болит. Оно быстро снимает воспалительный процесс. Почему-то магнитное волокно усилено. А вот 5 элементов, туда добавлены еще растительный белок. А это и есть источник отрицательно заряженных ионов. Вот это надо вспомнить физику. Одноименные заряды что делают? Одноименные заряды, они отталкиваются. Одноименные, они отталкиваются. А разноименные начинают друг к другу притягиваться. Так вот, наши эритроциты и стенки сосудов, они отрицательно заряжены. Поэтому, естественно, в наших сосудах происходит постоянное движение. Никуда ничего не прилипает, ни к чему не клеится. И постоянно друг друга от них отталкиваются, и поэтому кровь нормально двигается. Но, вирусы, простейшие, токсины, свободные радикалы, они все положительно заряжены. И поэтому, чем больше в организме положительно заряженных ионов, тем, естественно, больше чего. Риск тромбообразования идет. То есть, наши эритроциты начинают слепаться. Замедляется движение крови в организме. Организм закисляется. Так вот, отрицательные ионные кислорода, или как их называют, витамины воздуха, вот они очень хорошо помогают лечить именно вот эти болезни. Варикозное расширение вен, тромбофлепиты, когда уже наблюдается у нас некроз и так далее. Намного эффективнее. Поэтому возьмите себе это на заметку. Именно пять элементов, они более эффективно устраняют вот эти заболевания. Вот у нас Наталья с Одессы пишет, да, что у меня была экстрасистолия больше 20 лет. Ношение карточки АОЦ и полностью нормализовало работа сердца. Подтверждено ЭКГ. Наташа, спасибо. Это Наташа Петровская, тоже медработник, с большим опытом работы. У нее огромное количество результатов. И вот мы Наталью тоже можем попросить, чтобы в один из вебинаров... Наташа, подготовь, пожалуйста, потому что у тебя замечательные результаты по эрозии шейка матки, я знаю. Подготовь нам, пожалуйста, и мы тебя с удовольствием послушаем, потому что нам очень важны эти результаты. Это наша доказательная база. Любые люди, когда занимаются чем-то, и здесь отзывы потребителей, отзывы потребителей. Вот это наша доказательная база, которую мы должны собирать со всего мира для того, чтобы людям показывать. Потому что нам надо вызвать доверие. А доверие вызывается только тем, вот результаты, результаты людей. Ну, 53 года межпозвоночная грыжа, это очень актуальная сегодня, распространенная болезнь. Смещение позвонков, вторичный радикулит. Вставала с постели на коленях, взяла пояс биофотонами. И через неделю улучшения, начала нормально вставать с постели, прошли боли, носят пояс постоянно, даже во время сна. Очень довольна. Видите, даже один пояс, один пояс без пыльцы, без кальция, без воды, одним поясом, и результат есть. То есть, это то, что касается результатов по применению изделий с биофотонами. Поверьте мне, у меня есть результаты с использованием диагностики резонансной аурум. Но я их просканировала, но они получились не в цвете. И фотографии очень плохого качества, поэтому я не смогла их вставить в свою презентацию и показать. То есть, что показывает эта диагностика? Что применение продукции, например, активизирует функцию клеток, например, на 60%, на 50% и так далее. Поэтому я вам рассказала про биофотоны, но и сейчас, конечно, хочу рассказать вам о направлении системы. Почему Хуашен? Вот еще раз, почему Хуашен? Мне все время задают вопрос, особенно те, которые, как бы, люди, которые в других проектах работают. И когда они узнают, Ира, ты что, до сих пор Хуашен? Понять, как? А ты что? Ира, 11 лет. Вот они, почему? Я говорю, ну, во-первых, начнем с этого. Для меня, да, как для потребителя, если говорить, как потребитель, почему я Хуашен? Ну, во-первых, потому что я получила результат быстро, за 20 минут. Я получила результат. И это поэтому для меня, как для клиента, это быстро, мне нужен быстрый результат. Я не хочу годами, я свою экзему лечила 7 месяцев. Мне нужен быстрый экзема, мокнущая. Я 7 месяцев не ела мяса. Я лечила ее, я пила огромное количество добавок. А сегодня у меня девочка в Донецке, мокнущая экзему, такую же, как у меня, вылечила за 3 месяца. Перчатки и вода, все, больше ничего. Перчатки и вода. Поэтому мне, понимаете, быстро, мне хочется быстро этот процесс нормализовать. Это первое. Второе, почему Хуашен? Ну, это передовые технологии. Компания идет в ногу со временем. И что самое главное, она постоянно этот ассортимент обновляет. Они не остановились на чем-то одном, они постоянно обновляют ассортимент. Поэтому мне интересно. А в-третьих, это Китай. Их секреты, их философия, их... Мне это очень интересно. Это то, что дает возможность воздействовать на организм целиком. Но, и, естественно, четвертое, это очень самое, самое важное, это система здоровья. Система здоровья. Они нам не дали в ассортимент и перечень биологически активных добавок. Они четко сегодня, почему идут в ногу со временем? Да потому что есть 4 правила здоровья сегодня. Что надо делать для того, как вот говорю... Боже, хотела быстро, забыла. Что надо знать, что надо телу сегодня. Что надо сегодня телу. А телу надо сегодня, первое, кровоснабжение. Кровоснабжение восстановить. Второе, надо организм очищать. Мы живем в сверхтоксичной среде. Я говорила, что к 40 лет, к 40 годам, мы на одну треть состоим из токсинов. На одну треть. Поэтому мы должны постоянно организм очищать, очищать, очищать. Подробнее, как лечить экзему. Мне он сказала, очень... Это вода и перчатки. Все. Это девочка у меня, которая пришла ко мне с такой же экземой, как у меня. Ну да, она не была так запущена. То есть у нее были высыпания, но не такие глобальные. Там надо смотреть по площади поражения. И естественно, время. Конечно, сюда желательно еще кальция обязательно. Потому что надо ощелачивать организм. А вода и перчатки. Ведь вода наших стаканов имеет слабо щелочной плаш. Поэтому она за три месяца полностью... Ну, зуд у нее прошел. Зуд у нее прошел буквально через сутки. На перчатках. Поэтому... Вот почему я говорю нанотехнологии. Они быстрее по два раза позволяют нам лечить такие же, такие серьезные болезни. Даже как экзема, как рассеянный склероз и так далее. Поэтому второе правило – это очищение токсинов. Третье правило здоровья – это регенерация поврежденных и ослабленных органов. Потому что без этого органы постоянно, во-первых, ослабленные. Во-первых, поврежденные. Чем? Паразитами, вирусом, токсинами, свободными радикалами. Они повреждаются. Мало того, повреждаются еще и собственными же гормонами стресса, повреждаются органы. Повреждаются та же желчь концентрированная. Когда нарушен процесс оттока желчи, желчного пузыря, куда она? Она в печень возвращается. И печень получает термический ожог. Участок какой-то. Бах! И термический ожог. Она же концентрирована. А если клапан плохо работает, и желчь постоянно протекает, точно такой ожог получает голубка поджелудочной железы. Понимаете? То есть очень много факторов, которые повреждают целостность органа. Поэтому нужны кто? Нужны материалы строительные, которые будут это штопать. Или регенерировать. Заживлять. Поэтому без этого сложно вылечить орган. Очень сложно. А для этого нужны натуральные лекарства. Они же повреждают органы. Что такое лекарственный цирроз печени. Токсический цирроз печени. Опоясывающий лишай. Как лечить, я, Игорь, отдельно тебе расскажу. Это герпес. Опоясывающий лишай – это герпес. Поэтому для этого, для того, чтобы противостоять этому вирусу, нужно активизировать внутренний антивирусный иммунитет. А это прекрасно делает кардицепс Лиджи. Великолепно делает. Ну и плюс, конечно, одевать пояс биофотонами в режиме привыкания. И обязательно вода, организм нужно ощелачивать. В щелочной среде вирусы не живут. Точно так же, как и раковые клетки. Поэтому второе правило – это очищение и устранение, обезвоживание. Вот что еще важно понимать. Потому что наша клетка живет в воде. Наша клетка живет в воде. В озере. И от количества воды в этом озере как раз и зависит наш внешний вид. Вот смотрите, яблоко, да? И тоже яблоко – это сушка. Так вот это яблоко – это яблоко с водой, а рядом – это яблоко без воды. Поэтому в Китае говорят – мы не стареем, мы высыхаем. Потому что вот это озеро, в котором живет клетка, если оно регулярно не пополняется правильной водой, быстрой водой, потому что только эта вода способна пополнять межклеточное пространство, вся остальная вода будет оставаться в желудке. Сейчас я об этом расскажу. Если это не пополняется, вот тогда мы быстро и стареем. Потому что именно клетка, она пьет воду, и с водой в нее попадают необходимые макро-микроэлементы. И чем это озеро становится меньше, меньше, меньше и меньше, тем меньше в клетку попадает необходимых строительных материалов, для того, чтобы поддерживать те процессы самовоздоровления, саморегенерации на должном уровне. Поэтому второе правило – это устранение обезвоживания и очищения. И вот посмотрите, вот наша клеточка. Вот так она и живет. Она живет в воде. И поэтому вот это озеро, межклеточное пространство, вот эта вода, это очень важно, чтобы количество воды в нем было, постоянно нужное количество воды. А ту воду, которую мы пьем, большинство людей, она имеет совершенно другую структуру, она не попадает в межклеточное пространство, она попадает в желудок. Вот посмотрите желудок. Вот у нас, оказывается, по краю желудка есть вот такая вот канавочка, вот она стрелочками отмечена, канавочка вот такая. Для чего она сделана? Почему она есть в нашем желудке? Оказывается, именно эта канавочка как раз и предназначена для того, чтобы по ней текла вода, чтобы она не оставалась в желудке. Быстрая вода быстро проходила и не застряла в желудке, быстро поступала в кишечник, и именно такая вода как раз и пополняет межклеточное пространство. Как лечить диабет сейчас расскажу, вопрос и потом. Поэтому быстрая вода, быстрая, что такое быстрая вода? Быстрая вода это когда ее физические параметры изменяются. То есть мы в 20 веке жили, знали, что есть химические параметры у воды, и есть вредные вещества в воде, и их надо фильтровать. А в 21 веке нам говорят, ребята, оказывается, нам важны не только химические параметры воды, но и физические параметры воды. Окажется, нам важно, чтобы именно организм воду усваивал, и чтобы устранялось обезвоживание и пополнялось межклеточное пространство. Вода, оказывается, должна быть другой, другой по структуре. Только тогда этот процесс возможен. Ну, естественно, еще в 1990 году первые японцы создали конструкции, которые выглядят в форме кружки и стакана. Ну, видите, я перескочила не туда, сейчас буду искать. Именно конструкции создали. Почему? Потому что они, когда у них случилась неприятность с атомными взрывами, то они начали думать, а что делать, как сохранить нашу нацию. А у них есть острова, где люди достаточно долго живут. И они начали исследовать. И оказалось, что вода, щелочная вода с добавлением кальция увеличивает продолжительность жизни человека в два раза. Но как человеку, который живет в мегаполисах, в больших городах, где им эту воду брать? Вот так они и создали конструкции, которые позволяют дома, в домашних условиях, получать такую воду. И выглядят они, эти конструкции, в форме стакана. В форме стакана или в форме кружки. Вот я сейчас перескочила, не на ту кнопочку нажала. А теперь надо найти картиночку. Да. А, подождите, у меня же есть вот так, наверное. Нет, я так не могу сделать. Хотела быстро, а здесь как-то не делается. Вот, поэтому вода, быстрая вода, которая сегодня является лекарством. Быстрая вода, это называется вода-лекарство. Потому что она устраняет обезвоживание. Потому что она позволяет очищать, она проникает в самые недоступные места нашего организма. А если она туда проникает, значит она способна растворять, растворять токсины. Она способна это делать, очищать организм. Очищать от токсинов. И таким образом, помимо этого, она еще обеспечивает нас жизненной энергией. Но все идет на уровне молекул. Или забрать электрон, или дать электрон. Вот почему медицина 21 века, почему это биофизика, а не биохимия. Биофизика. Потому что именно на этом фоне, как раз, именно на этих процессах все происходят там. На уровне атомов и электронов. Если ты хочешь выздороветь, организм должна поступить энергия. Почему в Китае говорят, что вода кипяченая, это старческая вода. Старческая. Нельзя людям, пожилым давать кипяченую воду. Потому что это вода, которая будет разрушать, которая будет забирать у организма жизненную энергию. Организм вынужден будет тратить на нее огромное количество энергии, для того, чтобы ее что? Структурировать. Для того, чтобы клетке дать хоть чуть-чуть попить, хоть немножко воды. Потому что только определенная структура позволяет в воде поступать именно в межклеточное пространство. Вот это мы должны понимать. Но еще, конечно, имеет значение температура воды. Вот они, наши активаторы воды, кружки и стаканы. Температура воды еще, оказывается, имеет огромное значение. Почему? Потому что если мы все-таки работаем с вами с Китаем, И мы должны понимать одну очень важную вещь, что в нашем кишечнике температура 38,5-39 градусов. В нашем кишечнике. Так вот, если мы выпьем холодную воду, почему в Китае пожилым людям вообще не рекомендуется есть холодную пищу, пить холодную воду, есть мороженое? Потому что, особенно если слабый желудок, врожденно слабый желудок, это гипоцидный гастрит с пониженной кислотностью. Вот это слабый, вялый желудок. У него не хватает собственных энергетических ресурсов, чтобы переваривать, например, белковую пищу, малое количество пепсина вырабатывать. У него мало же собственной энергии. И получается, когда мы выпиваем холодную воду, или когда мы съедаем холодную пищу, ресурсов собственных у желудка не хватает, чтобы эту пищу переваривать. И тут срабатывает принцип взаимосвязи. Мама, желудка, сердце. Что делает мама? Она начинает сыну помогать. А как она помогает? Она отдаёт свою энергию. Поэтому людям, у кого слабое сердце, больное сердце, вообще холодную пищу есть нельзя. За счёт энергии сердца и за счёт энергии почек идёт процесс переваривания холодной пищи в желудке. И, естественно, эти органы истощаются преждевременно. Поэтому температура воды, тоже очень важно, какую температуру воды надо пить. И как тибетские монахи говорят, тёпло-горячую 40 градусов подогреть в кружку и затем выпивать. Эта вода мгновенно сразу же проскакивает в желудок, очень быстро пополняя межклеточное пространство необходимой жидкостью. Косметологи даже отмечают, что те женщины, которые по утрам выпивают, натощат по 2-3 стакана вот такой тёпло-горячей воды, у них морщины очень быстро разглаживаются. Правильно? Потому что, как мы говорим, идёт устранение обезвоживания. Организм пополняется необходимой водой, и таким образом у нас у всех это на лице. Это всё видно сразу. И плюс уровень жизненной энергии сразу повышается. Поэтому это тоже надо взять на заметку. Наша вода в кружках, ещё раз повторю, первое, она устраняет обезвоживание, то есть насыщает межклеточное пространство необходимым количеством жидкости. Второе, это вода, которая очищает организм, растворяет камни, растворяет соли, растворяет токсины, растворяет шлаки. И третье, она насыщает организм жизненной энергией. И четвёртое свойство, она нормализует кислотно-щелочной баланс, потому что эта вода слабо-щелочная. Поэтому вот четыре свойства уникальных нашей воды. И естественно, вот мне пишет Юрий Чикаго, как лечить диабет. Что такое диабет? Инсулинозависимый или неинсулинозависимый? То есть если это диабет второго типа, это как раз говорит о том, что в организме ацидоз. Организм окислен и инсулин поджелудочная вырабатывает, а ткани его не воспринимают. Глюкоза зашкаливает в крови. Это только говорит о том, что... Потому что для того, чтобы глюкоза попадала в клетку, ключ для этого, чтобы открыть клетку, инсулин. Инсулин вырабатывает поджелудочная, мы все знаем. А почему же тогда поднимается сахар? Потому что ткани наши, они не воспринимают его. И тут две причины. Первая это катастрофическое снижение жизненной энергии. Потому что когда энергия снижается до уровня опасного состояния, то организм, система управления вынуждена эту энергию добывать из собственных же тканей. Из собственных же тканей энергию добывать. Поэтому чикличий диабет это вода однозначно. И для диабетчиков, для того, чтобы они действительно поверили и увидели. Начинать надо с полстакана каждый час. Потом выходить. Стакан воды каждые полтора часа. Утром изменять сахар, и вечером видеть, как он падает на 7-10 единиц. То есть вода только на одной воде. Но это надо постоянно, какое-то время, длительно держать однозначно. Именно это количество, пояс с биофотонами обязательно. Но и в основном акцентировать на ощелачивание организма и на пополнение организма жизненной энергии. Поэтому у нас по диабету очень много результатов есть. Понятно, что, конечно, надо пересмотреть рацион питания. И если диабет, я с осложнениями, я всегда говорю обязательно, переходите на питание по группе крови. Но хоть на какое-то время. Я не говорю навсегда. Но надо убрать из рациона ту пищу, которую организм не может перерабатывать. Или ему тяжело ее перерабатывать. И у каждой группы крови есть свои продукты питания, которые вообще нежелательно есть. Их надо исключить. Тогда организму легко будет очень что-то справиться и с этой проблемой. То есть вы его, вы свой организм однозначно убери, 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 ой, поможете своему организму. Не будете отвлекать его от той необходимой работы, которую надо делать. Дальше, очищение от токсинов. У нас есть чаи еще в ассортименте. Каждый чай имеет свои показания к применению. То есть мы их с удовольствием используем. Но вообще преимущество тибетских чаев, я не буду о них рассказывать конкретно. Преимущество тибетских чаев это синергия. То есть вообще преимущество китайских всех натуральных препаратов это синергия. Это сочетание идеально подобранных лекарственных растений, которые гармонично взаимодействуют вместе и взаимоусиливают друг друга. Вот это и есть основная причина высокой эффективности тибетских чаев. Поверьте мне, ни одна страна не может похвастаться тем, что она может производить такие чаи. Потому что для этого нужно 5000 лет опыта, для того, чтобы знать, как они, как эти травки друг с другом взаимодействуют, взаимоусиливают. И для того, чтобы мы получали такой терапевтический эффект. Ну и вот, чтобы как бы не быть многословной, хочу вам показать ту лабораторную исследование, которое сделали в Москве. Мы именно проверяли наш зеленый чай с селеном и его позиционирует компания как мощный антиоксидант, потому что там есть селен, но все равно мы сделали, это Виктория Куркина, большой ей поклон. Она сделала исследование в лаборатории. И вот нам написали, что в одном грамме этого чая 165 миллиграмм кверцедина. 165 миллиграмм кверцедина. А в гречке 18 миллиграмм кверцедина. То есть супер антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы. Это потрясающая профилактика рака. Потому что кислотно-щелочной баланс, если брать чайную ложку на стакан воды, 9,8. Поэтому 3-4 стакана в день достаточно для того, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс, чтобы ощелачивать организм. Поэтому, естественно, он нейтрализует все токсины, он выводит из организма, обладает мягким мочегонным действием. Потрясающе помогает останавливать кровотечение. Крепкий зеленый чай. Вообще даже в Китае рекомендуют инсультникам, при геморрагических инсультах, чтобы быстро остановить образование гематомы. То есть уникальный чай, который действительно помогает лечить огромное количество болезней. Но самое главное для нас это профилактика рака. Это профилактика рака. Ну и вот лабораторные исследования этого чая. Ну правило номер 3 это укрепление и регенерация слабых поврежденных органов. У нас есть оздоровительные пищепродукты. Размер частицы 5 микрон. Это то, что говорит о высокой биологической активности. Быстро усваивается органами и вместе с биофотонами оказывает комплексное воздействие и приносит желаемый результат достаточно быстро. Ну я тоже не буду сейчас останавливаться. Я не знаю, Майя, у вас есть в Америке эти продукты? Стоит мне о них говорить? Напиши мне, пожалуйста. Просто как бы самое основное. Стоит ли мне сегодня, сейчас о них говорить? Майя, жду твоего, да или нет? Майя, кальций есть. Вот, тогда давайте я все-таки вам расскажу, потому что вы тоже должны знать преимущества. Кальций сегодня много на рынке. Ну первое сразу, чтобы вы понимали. 5 микрон размер частицы, 5 микрон. Размер клеточной мембраны 6 микрон. Поэтому, естественно, то, что переработано до такого размера, оно очень быстро усваивается организмом. Очень быстро. Второе. Кальций из творог морского петушка. Потому что мне часто задают, а у вас есть магний? А у вас в вашем кальций есть? Там еще. Я говорю, скажите, пожалуйста, состав морской воды какой? В морской воде есть вся таблица Менделеева. Морской гребешок, петушок, гребешок. Я ошиблюсь, это ошибка. Я говорю, из морского петушка. Из морского гребешка. Извините, я ошибку. Морской гребешок. Естественно, он живет в море. И, естественно, его домик, его створки однозначно пропитаны всем этим составом. Конечно, там есть все. Но здесь надо понимать одно. Это источник углекислого кальция. Вот знаете, когда сегодня спорят, какой кальций лучше пить. И профессор Караваев очень хорошо сказал, а чего вы спорите? Природа подсказывает, беременные что едят? Когда они беременные, они мел едят. А почему мел? Почему не кораллы? Почему не скорлупу яичную? Потому что это источник углекислого кальция. Это то, что нужно организму, первое, для того, чтобы поддерживать энергетический подписал в норме. Живой жизненной энергии в норме. Второе, для чего нужен нашему организму кальций. Это для того, чтобы поддерживать более-менее равновесие, для баланса центральной нервной системы. Это симпатика, парасимпатика. Потому что если не будет кальция, первая и четвертая группа сойдут с ума. Одна, они станут сумасшедшими. А вторая и третья вообще перестанут соображать и будут лежать на кровати и никуда не ходить. Вот это и говорит о долговременном перевешивании той или иной, то, что у нас и происходит. Симпатика, парасимпатика. У кого-то преобладает симпатическое нерв, у кого-то парасимпатическое состояние стресса. Так вот, если организму кальций не будет вдруг не поступать, и ему негде будет его брать, одни сойдут с ума, а вторые вообще не встанут с постели. И кальций как раз и нужен для того, чтобы более-менее поддерживать этот процесс. И именно углекислый кальций, а не какой-то другой. И третье, для чего... Вот видите, я даже о костях еще не говорю. Третье, для чего нужен кальций, для ощелачивания организма. Именно углекислый кальций, для поддержания кислотно-щелочного баланса. Вот в первую очередь, на что наша система управления берет кальций. А уже потом мышцы, связки, иммунная система, сперматозоиды, если там нет кальция, не будет облаготворения. А костная система, она вообще на последнем месте у него стоит. Поэтому вы же понимаете, как важно кальций, чтобы он поступал. У тех людей, у которых слабый желудок, у кого гипооцидный гастрит, у них дефицит хронический кальций. Хронический, потому что при такой кислотности кальций из продуктов питания не усваивается. Вообще. Понятно, естественно, у них будут налицо уже все болезни, прогрессирующие там артрозы, остеохондрозы, уже прогрессирующие. Потому что дефицит кальция. Потому что кальция в организм не поступает, и система управления забирает из костей. Те же остеопорозы. Поэтому наш кальций, это углекислый кальций. Он очень легко усваивается организмом. И самое главное, что это прекрасный регенератор. Он прекрасно и быстро укрепляет и связки, и мышцы, и клапаны, и сердечную мышцу. Укрепляет, потому что без кальция сердечная мышца плохо будет работать. Поэтому она в таком, размер частицы такой, что очень быстро усваивается. Сколько принимать? Суточная дозировка человеку после 50-1200 мг в день. Это наши 4 мерные ложечки без горки. Или 2 в день с горкой. Вот это и есть суточная дозировка. Сегодня в состоянии стресса нам всем надо такое количество принимать. Это для чего? А для того, чтобы организм не забирал из костей. Чтобы он сам себя не разрушал. Поэтому обеспечьте ему поступление этого кальция. Потому что и первая группа, и третья. У них на фоне слишком активного обмена веществ кальция недостаточно. Поэтому кальций нужен всем. 1200 мг в день. И обеспечьте ему эту дозировку. Для того, чтобы он перестал вас разрушать. Для того, чтобы он оставил в покое ваши зубы, ваши кости. Потому что система управления однозначно это будет делать, если вы ему не даете достаточно. Вот это и есть преимущество нашего кальция. А теперь пыльца. Цветочная пыльца. Опять-таки, что вы должны знать преимущество. Вообще, цветочная пыльца, она однозначно из любого растения имеет определенные здоровительные свойства. Но есть два растения в мире. Это одна из очень немногих. Если не единственная, не считая пыльцерозы. Это пыльца из гречихи, которая содержит большое количество рутина. Это биофлавоноид. Рутин очень энергично и действенно влияет на прочность капилляров, капиллярных сосудов. Он ограждает наш организм от всяких кровотечений и кровоизлияний. Сокращает время свертывания крови. При приеме пыльцы 2,5 грамм при весе в 70 килограмм, прочность капилляров повышается на 76%. У нас пыльца из гречихи. То есть, основное его свойство это укрепление сосудов капилляров. Вообще, укрепление наших органов. Как я говорю, регенератор. Потому что тот же кишечник. Чтобы не было желудочных кровотечений, кишечных кровотечений. Потому что с возрастом, естественно, наши органы становятся слабыми. Они утончаются. И нагрузки, которые могут приводить к этим внутренним кровотечениям. Помимо этого, рутин, цветочная пыльца из гречихи очень эффективна при лечении анемии. Очень быстро поднимается гемоглобин. Это то, что в первую очередь касается беременных женщин. Которым надо быстро поднимать гемоглобин. А все препараты железа, которые продаются в аптеках, они только разрушают нашу печень. Но никак не действительно устраняют причины. Как я уже говорила, в пыльце имеются новокриноподобные вещества. Поэтому она прекрасно снимает боли. Особенно желудочные боли. То есть это универсальный продукт, который можно рекомендовать абсолютно при всех заболеваниях. Потому что это натуральный укрепитель. Это натуральный регенератор. Это натуральный антиоксидант. Или адаптоген. Который помогает организму укреплять все абсолютно ткани. Пыльца имеет очень свойства гепатопротекторные. Очень сильные. То есть она помогает штопать печень. И поэтому плохие показатели по печени, пилирубейные и так далее. В течение приема пупачки в день пыльцы через месяц все анализы печеночных комплексов абсолютно становятся идеальным. То есть я вам говорю, что это уникальный продукт, который можно рекомендовать абсолютно всем. Очень хорошо лечит дисбактериозы. Очень хорошо. То есть это уже там проверено, что до 27 штаммов патологических микроорганизмов устраняет. Поэтому прекрасно ацетонная нурея устраняется. Вот видите, прекрасно. Ацетонная нурея прекрасно устраняется в равных частях пыльцы и кальция. Очень часто сейчас дети этим страдают. Очень часто этим дети страдают и мучаются. Спасибо, Наташа. Поэтому вот это на есть преимущество. Ну и конечно размер, сама технология производства пыльцы. Потому что опять-таки хитиновая оболочка, которая пыльца, которая, это оболочка, которую природа дарила пыльцу, она очень твердая. И невозможно ее растворить никакими растворами. Тем более наш желудок не в состоянии. Даже кислота не может растворить хитиновую оболочку. А если не в состоянии это сделать, то, естественно, эффективности от нее вообще никакая. Поэтому технология китайских ученых, это вообще ноу-хау, впервые в мире, они научились эту хитиновую оболочку разбивать. И таким образом, естественно, мы получаем продукт, максимально сохраненная биологическая активность этого продукта. А так как мы работаем напрямую с производителем, у нас нет посредника. Мы всегда получаем свежий продукт. И, естественно, уровень энергетический и целебный, оздоровительный, очень высок. Этого продукта. Вот в этом и есть преимущество той пыльцы, которую продают сегодня там пчеловоды. Ну и самое главное, чтобы вы знали, она из гречихи и именно из рутин. Это и есть основной такой много-рутина, компонент, который укрепляет капилляры. То есть человек, который пьет пыльцу, он никогда не умрет от инсультов. Никогда. Потому что его сосуды, они будут как луженые. Ну, линжикордицепс, у вас его нет, я не буду об этом говорить. Тот продукт, которого нет, я не буду. Время. Когда будет, я потом вам расскажу о нем. Я думаю, что это наша не последняя встреча. При псориазе очень хорошо помогает пыльца. Ее можно и наружно принимать, и внутрь, обязательно вовнутрь. И наружно. Рутин очень хорошо помогает лечить. Поэтому при псориазе, да, назначайте. Но опять-таки, смотрите, дозировка один пакет в день при псориазе, это мало. То есть там до трех пакетов в день и до 17.00. Так как она прекрасно тонизирует, ну, чтобы человеку не случились проблемы со сном. Ну, и что вот я вам хочу рассказать. У нас есть такой в Украине профессор Драмик Георгий Николаевич. Это доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии секции медицинской генетики Национального медицинского университета. Ну, то есть очень знаменитый человек, который, которого знает весь мир. Так вот я вам хочу сказать, что этот человек, его жена и он, они используют нашу продукцию. Ну, и, в принципе, он выступал в Киеве. Он выступал в Киеве, рассказывал нам о, почему он выбрал продукцию Куашен и рекомендует ее своим пациентам. Ну, первое, почему, потому что у жены был остеопорол в четвертой степени. Ее как хрустальную вазу уносили из дому, сажали в машину, привозили на работу, она терапевт. Ну, и ничего не помогало, что они не употребляли. И вот, когда они познакомились с нашей продукцией, кальций, коллаген, и когда я ее видела последний раз, это было в ноябре месяце, она сказала, я могу им станцевать цыганочками. То есть результат потрясающий. Достаточно, они на десантометре смотрели, укрепилась костная ткань с помощью этих двух продуктов. И поэтому он выступал, вот рассказывал, что сам принимает, вся его семья принимает. И почему я выбрал продукт? Потому что они используют в производстве самые современные нанотехнологии. Мы имеем возможность лечиться тем, что дает природа, и получать высокий терапевтический эффект. Вот это говорил Георгий Николаевич. Ну, и результаты. Сейчас отвечу на вопрос. Врачи говорят, избыточный кальций в крови при остеопорозе. Вот я тебе, Майя, вставлю, дам тебе ссылочку на скайп. У нас сейчас в ютубе появились замечательные лекции врача-терапевта в России. Миронова, забыло имя отчество. Потрясающая лекция про кальций. Вот когда я говорю, что когда в крови избыток кальция, когда в кровь, то есть это говорит о том, что кальций не усваивается. Поэтому он в крови и курсирует. Клетка его не кушает. Причина. Почему? Потому что нарушен или кальциевый обмен, или размер слишком большой. Поэтому не усваивается. Клетка кальций не усваивает. Поэтому вот он в крови и циркулирует. И когда у человека говорят, что в крови кальция много, это говорит о том, что хронический дефицит. Вот там есть замечательный ролик. Я тебе дам ссылочку на него в ютубе. И можете скачать, посмотреть. То есть достаточно профессиональная лекция. Как раз она там отвечает на все вот эти вопросы, которые нам сегодня задают люди. Ну а вот это и есть причина. Кальций не усваивается. Ну и четвертое правило здоровья – это защита. То есть от чего мы должны сегодня защищаться? Конечно, мы сегодня в первую очередь должны защищаться от электромагнитного смога. Это то, что в принципе есть результат технического прогресса. Это все электроприборы. Ну вы знаете, что у нас сегодня частоты увеличились и во Вселенной везде. И поэтому для нас сегодня опасна даже розетка. Но для нашего эфирного тела сегодня опасна даже розетка. И поэтому, естественно, но все причины, все болезни начинаются там. И как только эфирное тело ослабевает, сразу же сдает сбой иммунная система. Она становится слабой. Она не способна уже защищать по-настоящему. И поэтому те же вирусные бактерии, всевозможные инфекции, которые проникают в организм, запускают процессы воспаления, ну и так далее. Защита. Мы сегодня должны однозначно защищаться от всех этих излучений. Вот почему я еще и с Кулашен 11 лет. Потому что те же изделия с биофотонами, они работают на три уровня. И на тело, и на эфирное тело, и на чакры. А чакры это уже информационная составляющая человека. И они защищают наш организм от электромагнитных аномальных полей. Защищают. Мало того, я уже как биоэнерготерапевт вам говорю, они даже защищают наши органы от наших же эмоций. Потому что наши эмоции в ментальных структурах. И почему китайцы правильно и говорят, что первая причина наших болезней это неумение контролировать свои эмоции. И это уже доказано новосибирскими учеными. Какая эмоция, какую болезнь провоцирует. Поэтому и наша же, эта одежда защищает наши органы от наших же патологических эмоций. Ведь самая тяжелая работа, это работа над собой. Как суметь их, как перестать завидовать, как перестать ревновать, как перестать гневиться, как перестать обижаться, как перестать кричать, раздражаться, как. То есть человеку это самая тяжелая работа, контролировать свои эмоции. А именно эмоции и нарушают ритм, здоровый ритм клеток. Это тоже доказано. Так вот наши изделия, они чем уникальны, что они даже защищают наши органы от наших же эмоций. И не дают им, и не дают формироваться патологическому процессу. В этом уникальность этой продукции, которую вот я настолько люблю. Поэтому вся наша продукция защищает вот этих аномальных электромагнитных полей. Но вы не забывайте, что у нас еще есть космические излучения, есть геопатогенные зоны, технопатогенные зоны. Но есть и социально-патогенные воздействия, которые в народе называются сглаз, бытовые проклятия. Это наши вот эти негативные, очень сильные, разрушающие эмоции, которые мы, к сожалению, сегодня посылаем. Мы в агрессивном социуме живем. И отсутствие истинной доброты, как говорят в Тибете, есть вторая причина наших болезней, правильно? Наша агрессия. И если эфирное тело слабое, оно не способно отбивать эти разрушающие, деструктивные мысли, формы от людей. И они цепляются, как колючка, как будяк на наше эфирное тело. И та информация, которая там заложена, начинает циркулировать в нашем эфирном теле. Ну и через некоторое время мы, наше тело уже начинает, естественно, эту программу, что эта программа начинает четко разрушать наше тело, смотря на какой орган, на какую чакру, через какую она вошла в наш организм. Поэтому, да, надо защищаться. Я вам хочу сказать, вот наша уникальная подвеска энергетическая, это чудо. Я просто с ней не расстаюсь. Помимо того, что она дает защиту, вы о ней почитаете, да, она дает защиту и от излучений технопатогенных, но она дает еще потрясающую защиту от социально-патогенных воздействий, то есть от людей. Потрясающе. Она, к вам никогда не подойдет злой человек, это уже проверено. Мало того, она еще и притягивает удачу в вашу жизнь. Потрясающие вещи происходят, когда мы носим эту подвеску. У меня есть знакомый, который обратился ко мне и говорит, начали, ну вот, я на машине разбился, через месяц жена на машине разбилась, через месяц сын на машине разбился. Ну то есть начались потери материального, начались потери. Понятно, что однозначно эта программа, она пришла от внешнего источника. Ну понятно, это зависть. И вот это начало происходить. Я ему сказала, повесь подвеску. Он купил там машину, говорю, повесь, пожалуйста, купи, просто мне поверь, поверь. У него все прекратилось. То есть уникальная вещь, поэтому вот эти энергетические подвески, я вам рекомендую, без них на улицу сегодня выходить нельзя. Просто нельзя. И обязательно ими пользуйтесь. Ссылочку сбросить по кальцию всем. Хорошо, но это я сделаю чуть-чуть позже, потому что мне надо, я просто мне надо найти ее в интернете, я так так не могу сказать. Я лучше сброшу тебе, Май, а ты уже потом разошлешь всем. И поэтому, да, все наши изделия с биофотонами, наноожерелье, ну вот я наноожерелье, я вообще ношу, я обожаю вот эту вещь, кстати, очень быстро убирает гипофункцию щитовидки. То есть функциональная недостаточность, наноожерелье, ну засчитанное там за неделю, за неделю приводит в порядок щитовидную железу. А чудо-бриллиант немножко слабее работает. Поэтому если вы хотите быстрее почувствовать, ну что такое гипофункция, это просто у человека нет сил, нет тонуса, нет энергии, потому что замедлен обмен веществ, а наноожерелье потрясающе работает, просто фантастически. А при гиперфункции там надо рекомендовать чудо-бриллиант, при гиперфункции щитовидной железы, потому что наноожерелье здесь не подходит. Поэтому карточка в мобильный телефон, естественно, да, энергетическая подвеска. Вот эти все и все наши изделия с биофотонами, они способствуют нейтрализации электромагнитных деструктивных излучений и предохраняют наследственно-генетический фон клеток организма от мутагенного действия факторов окружающей среды. То есть вот такой многофункциональный продукт, многофункциональный. То есть что мы должны понимать? Что каждый вид продукции сочетает в себе натуральность, эксклюзивность и высокую терапевтическую эффективность. Сочетание трав и современные нанотехнологии, использование концепции китайской медицины, теории обеспечения равновесия и регулировки позволяют осуществлять воздействия как на физические, так и на энергетические структуры человеческого организма, что в принципе проверено уже и врачами, они проверяли, как воздействует на тело, и проверено биоэнергетиками, как это воздействует на энергетические структуры человеческого организма. И естественно, кормопродукция пользуется, конечно, очень большим спросом. И вот я вам еще хочу показать такую воодушевленную рекламу ученый-микробиолог, биохимик по обменным процессам на клеточном уровне захватки в Михаил Новосибирск. Тоже ему большой поклон за такую пламенную презентацию продукции. Вот то, что он написал, что продукция компании на 20-30 лет опередила все современные методы восстановления здоровья людей. Квантовая терроволновая терапия, воплощенная в лечебном белье компании, работает безупречно и многие годы. Результаты потрясающие и при длительном применении необратимы. Китай обогнал нас по медицине лет так на тысячу вперед. А может и на всю оставшуюся жизнь. Сегодня это нужно каждой женщине, мужчине и детям в любой точке мира. К чему призываю? К тому, чтобы продукция компании Хуашен появилась у вас дома, для себя и всей семьи, в кругу ваших родственников, друзей, подруг, знакомых и незнакомых людей. Сослужиться вы даже прохожих. За ее качество и действия я гарантирую своим именем и честью ученого и человека. Вот так эмоционально позиционируют нашу продукцию. Ну и, конечно, это козырная карта нашей компании. Это международный сертификат ISO 9001-2008. Это то, что действительно показывает, что мы работаем с качественным продуктом, с надежным проверенным временем производителем. Этот сертификат показывает то, что компания может работать на международном рынке. Этот сертификат защищает торговую марку от недобросовестности конкурентов. И, естественно, это подтверждение показателей качества продукции заявленным изготовителем. Вот это наша козырная карта. И когда мне говорят, да, конкуренты есть, они есть и всегда будут. Но ни у одного из них нету этого сертификата. Ни у одного из них. Поэтому, естественно, первое, что нам надо сегодня людям показывать, это этот сертификат. Для того, чтобы они понимали, что они имеют дело с надежным проверенным временем производителем, который не пришел на один день сорвать куш и пропасть без вести, а они пришли надолго, с серьезными намерениями. И за все эти годы они действительно это доказывают. Потому что при том всем, что сегодня идет глобальный кризис экономический, если посмотреть стратегии, бизнес-стратегии в это время, то все компании никому не рекомендуется вкладывать деньги в разработку нового продукта. То есть компания в бюджет во время кризисных таких ситуаций никто деньги на это не выделяет. И только корпорация плашен, невзирая на все кризисы, позволяет себе выпускать новый продукт. Ну и это как раз говорит о том, что у компании большие планы, и она все равно, она однозначно работает над тем, чтобы выпускать все более новые продукты и таким образом помогать нам оздоравливаться. Вот это и есть наша козырная карта. Ну и прежде чем я закончу, все-таки я хочу вам сделать такой маленький тест, что, ну, в принципе, чтобы вы сами себя проверили, честно тебе сказали, проверить ваше внутреннее состояние на сегодняшний день. То есть человек должен для себя сами честно ответить, в каком внутреннем состоянии вы сегодня находитесь, и в первую очередь по отношению к самому продукту. Не верите в эту продукцию, сомневаетесь, надеетесь, что можно без лекарств выздороветь, верите, что можете, знаете, что это возможно, и реально, и у вас это получится. Вот очень важно, чтобы вы себе честно, просто честно себе признались. Вот верите ли вы в то, что действительно без лекарств можно победить даже самый серьезный болезн. Вот у вас раз, два, три, пять, пять пунктов, и вот честно для себя просто напишите то, вот в каком вы состоянии на сегодняшний день находитесь. Это очень важный момент. То есть смотрите, вы не верите в эту продукцию, вы, например, не верите в то, что можно оздоравливаться, да, что можно без таблеток сегодня вылечить любую болезнь. Вот вы находитесь в этом состоянии. Ну вот я хочу вам просто по аналогии, например, объяснить вам по аналогии с едой. То есть у вас есть цель, вы хотите кушать, или у вас есть цель, вы хотите выздороветь, или у вас есть цель, вы хотите есть. Вы подходите к тарелке с едой, а рядом стоит человек и говорит, не ешь, там циами стыкали. Но вы же не верите. Вы не верите. И вы съедаете, и умираете. То есть что такое неверящий человек? Человек, который не верит, ну это, можно объяснить, что это живой труп. Человек, который не верит, он никогда не сможет действительно похвастаться крепким здоровьем, но самое главное, он никогда не сможет улучшить качество своей жизни. Это человек, который не верит. Он ни во что не верит. Человек сомневается. То же самое. У вас тарелка с едой, но в этой еде лежит кусочек навоза. Естественно, сомнение, это еда с кусочком навоза. Сомневающийся человек, который он постоянно сомневается. Ну, а приятно, например, разговаривать с человеком, который съел навоз, какой запах от него будет, приятно ли с ним разговаривать. То есть у таких людей, это сомневающиеся люди. Это сомнение, это еда с кусочком навоза. Надеетесь. Надеетесь. Так вот, я хочу здесь рассказать притчу. Когда на Средин пришел в город и увидел, жарятся шашлыки, мангал, очень вкусно пахнет, но так как денег у него не было, а был маленький кусочек хлеба, он его достал и держал над дымом, чтобы пропитался этот хлеб этим дымом, и ну, как-то будет хлеб пахнуть, он скушает. Когда подходит хозяин и говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну, нет у меня денег, чтобы купить у тебя шашлык, поэтому вот я хочу, чтобы дымком пропитался мой хлебушек, чтобы его съесть. А он говорит, ну, тогда плати деньги. Это мой дым, это мое мясо, это мой мангал, это мои шашлыки, плати деньги. Он говорит, ну, за что? Он говорит, ну, это мой дым. Ну, хорошо, сказал на Средин, достал две монетки из кармана. Говорит, хорошо, взял их в руки и начал им извинеть. Говорит, на, вот, а что ты мне даешь? Он говорит, я тебе даю звон от монет, ты мне даешь дым от шашлыка, а я тебе даю звон от монет. Надежда, это и есть запах от шашлыка и звук от монет. Да, это что-то материальное, но от этого нет никакой пользы. Надежда ни к чему не обязывает. Вы надеетесь изменить свою жизнь. Вы надеетесь быть здоровыми. Говоря, что вы надеетесь стать здоровыми, вы приводите себя к очередному поражению. Надежда ни к чему не обязывает, ни к чему не привязывает и никакого обещания и требований перед вами не ставит. Это тоже самое сомнение, но в прекрасной и красивой борточке. Это просто надутый шар. Внутри ничего, кроме воздуха. Это есть самообман. Говоря, что вы надеетесь стать здоровыми или стать успешными, или стать богатыми, вы приводите себя к очередному поражению. Вера. Вера обязывает. Вера имеет ответ на вопрос, сколько, когда. У Веры на все есть ответ. Когда вы знаете, что вы будете успешными, это прекрасно. Но все эти состояния к нам с вами не имеют никакого отношения. Удивительно, но это факт. Нам нужны действия. Верите, сомневаетесь, надеетесь. Все это ерунда. Надо постоянно двигаться вперед к своей цели. Когда мы к цели доползем, добежим, или со всего размаха ударимся, обнимем свою цель, когда результат с вами достигаем, остальное уходит. Поэтому, когда человек, да, я хочу, но ничего не делает, то же самое касается болезни. Если у меня случилась такая беда, как мокнущая экзема, для того, чтобы его вылечить, я должна была ограничить себя в чем-то. Перестать есть мясо, потому что это была первопричина. Очищаться, пить много воды, пить очень много добавок, для того, чтобы справиться с этой болезнью. Вот когда человек начинает делать действия реальные, вот это тогда оценивается вот там наверху. Первый враг, которого надо победить, это ваше неверие. Второй враг, которого надо победить, это ваши сомнения. Третий враг, которого надо победить, это надежда. И только четвертое качество как раз является нашим другом. Основа всех начинаний вера. Вера в себя. И веру надо усилием воли создавать. Веру надо по крупицам собирать. Веру в себя. А потом нужно добавить к вере знания, чтобы быть здоровыми. А потом надо добавить свой дух, действия. И так шаг за шагом в сторону своей мечты или своей цели, которую вы, конечно, каждый имеет свою. Поэтому корпорация международная Хуашен, система здоровья Хуашен, это система доступна всем. Ваше желание, наша помощь поможет вам справиться с болезнями и вернуть себе и своим родным здоровьем. Вот на этом я, в принципе, и закончу. Напишите мне вопросы. Если у вас есть, я на них с удовольствием отвечу. То, что касается заболеваний, но я думаю, что все абсолютно понятно. Чем болезни больше, чем и они запущены, естественно, нужен комплекс. комплекс. Поэтому надо четко идти первый шаг, одеть биофотоны на больной орган. Второй шаг, начать пить воду для очищения. И чей? Третий шаг, это кальций, пыльца для регенерации. И четвертый шаг, обязательно что-то для защиты. Все, обеспечьте это своему организму. И таким образом, он очень благодарный. наш организм, то есть органы, та же щитовидная железа, та же печень, тот же кишечник, он очень быстро регенерирует. Они очень быстро восстанавливаются. Если вы ему поможете, то поверьте мне, вы получите очень быстро отклик от своих органов. Они очень будут вам благодарны, и вы это однозначно почувствуете. Поэтому просто приходит время, когда надо что? надо внимания своим органам уделять. Время и внимание приходит. Время приходит, внимание. Иначе сегодня просто очень сложно справляться со всеми теми нагрузками, которые наш организм испытывает. Поэтому используйте, верьте знания и к цели, и действия. Вот это самое главное. И все будет здорово. Вы человек неизлечимых болезней нет, говорят в Китае. Есть неизлечимые люди. Я согласна с этим на 100%. Когда человек хочет, он побеждает все, даже рак. Он все может победить, если он действительно истинно глубоко желает этого. Я по-английски к США спасибо, вот это я да, вот это я могла прочитать. Спасибо. Бог. Пожалуйста, вопросы есть, Майя? Вопросы? Благодарю за ваш труд, очень понравилось. Спасибо вам огромное. Ну, я думаю, что мы с вами однозначно будем чаще сегодня встречаться. Вот у меня следующий мой вебинар будет очень интересный. Это жизнь и коммерция похожа на времена года, потому что все-таки китайская философия. Очень интересная будет информация потом, что такое стратегия здоровья весной, стратегия весной-летом, что надо пить весной, что надо носить весной, что надо носить летом, то есть вот как обеспечить из того, что мы с вами имеем из тех философия.